55-й день рождения, 27 октября, музей отметил камерно, пригласил только друзей, тех, кто внёс заметный вклад в музейную коллекцию предметами из личного архива. Так появилась ещё одна добрая традиция – День дарителя. Сегодня мы хотим благодарить вас за то, что вы не пожалели, передали в музей те вещи, которые так или иначе связаны с историей вашей семьи. Не без участия меценатов, общественный музей из небольшой комнаты в 47 квадратных метров вырос в полноценное выставочное пространство в историческом здании в центре города с филиалом в ДК имени Чкалова. Собирать предметы, характеризующие определённые исторические эпохи и события, жизнь города, его историю и культуру – одна из функций историко-кроведческого музея. Его первый директор Зинаида Багрова, не без участия краеведов, сформировал раздел современной экспозиции «Крестьяне. Первые ткачи». Многие видели в музее пейзажи известного щёлковского художника Василия Рукунова и его дочери Наталье. Семья передала в музейный фонд более десятка живописных работ. Здесь работы моего отца, потому что изначально это художник, он работал, писал щёлковские пейзажи, очень много всего. Ещё дома много сохранилось, я их, конечно, передам ещё в музей. В музейной коллекции документы хранятся около 30 писем с фронта, адресованных жителям Щёлково. Прочитать их и почувствовать дух того времени можно на мультимедийном столе в экспозиции, посвящённой Великой Отечественной войне. Несколько писем красноармейца Виктора Панова принёс в музей его внук Алексей. В дар музея преподнёс письма моего троюрного деда, датированные 1942 годом, в период Великой Отечественной войны. Они мне достались от моего троюрного брата Панова Игоря Анатольевича. В общем, с большим интересом мне это всё я воспринял и поэтому решил передать в Крыльевский музей. О богатстве ассортимента продукции Щёлковского хлопчатобумажного комбината в 50-е годы прошлого столетия рассказывает чудом сохранившиеся образцы ткани и кроки художницы Клары Новиковой. Их музей передала её дочь Светлана Сафонова. У мамы хранился вот этот альбомчик с тканем, ещё хлопчатобумажного комбината. Альбом был в другом состоянии, потому что мама просто собирала рисунки, какие-то клочечки, обрывочки, а сейчас это экспонат музейный. Приятно, несказанно, не передать славами. Щёлковцы – щедрые дарители. Только за последний год музей принял от меценатов более 280 предметов, а всего фонд историко-крыльевического насчитывает более 11 тысяч. Приятно, что в числе дарителей есть наша коллега, автор крыльевического проекта, я родом из Щёлкова, Ирина Микеда. Сегодня пригласили именно тех, чьи коллекции очень значимы для нас и по своему составу, и по своему объёму, по ценности. Мы историко-крыльевический музей, мы собираем историю нашей малой Родины. И вот именно дары Щёлковцев и о Щёлковцев для нас наиболее важны. В свой день рождения музей приготовил гостям творческий подарок – концерт с крипичной музыкой в исполнении дуэта Арс Лонга. Посмотреть богатую и обширную коллекцию Щёлковского историко-крыльевического музея можно будет 3 ноября на «Ночи искусств». Музей будет работать с 17.30 до 22 часов. Михаил Налётов, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение. КОНЕЦ